Теперь, пожалуйста, Лаф-Лофф,外长,致 си. И Китая по ситуации в мире в целом и по путям дальнейшего развития трехстороннего взаимодействия в современных условиях. Это все подробно отражено в совместном коммунике, которое, как сказал господин Ваны, будет распространено. Мы особо выделяем констатацию о том, что в настоящее время идет перестройка модели глобального управления, продолжается объективный процесс формирования более демократической, более справедливой, полицентричной политической и экономической системы мироустройства. И понятно, что ни одно государство, ни одна группа стран не обладает сегодня ни ресурсами, ни иными возможностями для того, чтобы решать различные проблемы современного мира без коллективных действий всех заинтересованных и способных к сотрудничеству государства. Поэтому мы выступили в нашем совместном документе за создание стабильной, безопасной, как я уже сказал, справедливой системы международных отношений на основе верховенства международного права при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. Мы особое значение придаем предстоящему празднованию 70-летия победы над фашизмом и милитаризмом, договорились о координации наших действий с тем, чтобы эти мероприятия, посвященные этим датам, состоялись бы и в Организации Объединенных Наций, и в других форматах. И мы считаем, что принципиально важно в этот юбилейный год не забывать об уроках истории, об уроках тех трагических событий и решительно бороться с претензиями на исключительность, с попытками героизации нацизма, расовой дискриминации, нетерпимости, ксенофобии и экстремизма. 70-летие победы – это и 70-летие Организации Объединенных Наций, которая была рождена сразу же по завершении Второй мировой войны, и мы последовательно выступаем за то, чтобы Организация совершенствовалась, развивалась, реформировалась на самых разных направлениях. Договорились, что наши представители при Организации Объединенных Наций продолжат и будут усиливать координацию действий на различных направлениях деятельности ООН. Мы также договорились более плотно координировать наши шаги по продвижению инициативы о формировании современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием всех государств, система, которая была бы основана на внеблоковых принципах, которая была бы открытой и обеспечивала бы принципы неделимости безопасности. Мы рассмотрели различные вопросы, связанные с ситуациями в той или иной части мира. Мы выразили признательность нашим индийским и китайским партнерам за понимание позиции России в связи с необходимостью урегулирования внутреннего кризиса на Украине. В итоговом комменнике подчеркивается необходимость скорейшего возобновления мирных переговоров украинских сторон, обеспечивание инклюзивного диалога в интересах недопущения дальнейшей эскалации напряженности. Рассмотрели мы и ситуацию в Афганистане. Эта проблема продолжает нас тревожить. Афганистан и угрозы, которые продолжают исходить с его территории и которые выплескиваются уже через границы Афганистана, находятся в регионе, который расположен совсем рядом с нашими тремя государствами. И мы были едины в том, что необходимо максимально наращивать взаимодействие, в том числе и в борьбе с терроризмом, наркоугрозой, организованной преступностью. Рассчитываем, что эти усилия будут активизированы теперь, когда в Афганистане состоялись выборы. Мы обсудили и зафиксировали общность наших позиций по ситуации в Сирии. Мы рассказали нашим коллегам о состоявшейся 26-29 января в Москве встрече представителей различных оппозиционных сил и сирийского правительства. Обсудили мы и также зафиксировали близость позиций по иранской ядерной программе, по ситуации в Ираке и вокруг него, по ближневосточному регулированию. Мы также обсудили ход подготовки к саммитам БРИКС и ШОС, которые в июле этого года состоятся в Уфе. Мы признательны нашим партнерам за поддержку программы российского председательства и за поддержку тех инициатив, которые мы хотим совместно подготовить к этим встречам в Верхах. Подтверждена поддержка России и Китая в том, что касается заявки Индии на полноправное членство Шанхайской Организации Сотрудничества. Хочу в завершение сказать, что РИК, который дал, кстати, толчок созданию БРИКС, сохраняет свою собственную добавленную стоимость. Он, формат этот, нами поддерживается всеми, и мы будем его развивать, как с точки зрения выработки общеполитических подходов по жгучим проблемам современности, так и в том, что касается развития трехстороннего практического сотрудничества в тех областях, о которых наш председатель только что упомянул. Спасибо.